13 населенных пунктов Козелкугинского района, что в Атараусской области до сих пор, не имеют доступ к качественной питьевой воде. Этот вопрос сельчане поднимают не первый год. Чиновники уверяют, проблему скоро решат. Однако, видимых результатов пока нет. В селу Кинбай около 60 лет. Здесь 30 домов и 4 колодца. За все годы проблема нехватки питьевой воды, говорят, местные старожилы, была и остается одной из самых актуальных. Завозят живительную влагу сюда по железной дороге. 60 тонн в неделю. Однако, этого объема людям не хватает. Такие же проблемы в Козелкугинском районе испытывают свыше 10 населенных пунктов. Найти решение местные власти обещают каждый год. Но дальше, слов, дело не идет. Ситуация с водой на селе проблематична. Колодцы и привозная вода – это не решение. Власти обещали решить вопрос, но слова не сдержали. Из колодца сейчас все воду пьем, и люди, и скот. Воды не хватает. До сих пор цинстерны раз в неделю завозим. При том, что в соседних селах водопровод есть. Только мы без воды остаемся. В сельские округа Мияла и Жангельдин Козелкугинского района используют подземные воды источника Карасу. Однако эти ресурсы последние годы истощаются, говорят специалисты. Чтобы не допустить дефицита, принято решение построить 72-километровый водопровод Тайсойган-Мияла. Сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию. Стоимость проекта – около 5 миллиардов тенге. Кроме того, обещают, что в этом году качественной питьевой водой будут обеспечены еще 4 населенных пункта. Выделены средства на обеспечение питьевой водой в 2022 году поселков Кенбай, Коскулака и Дыны-Буирек. Организован конкурс «Когда будет определён подрядчик». Весной планируется уже начать работы. Завершить проект и сдать его в эксплуатацию планируется летом. Проектно-сметная документация разрабатывается и по остальным 9 населенным пунктам. По словам чиновников, проектирование будет завершено в апреле.